Сегодня мы с вами познакомимся с методологией проектирования баз данных. Рассмотрим такие вопросы, как системный анализ предметной области, концептуальное проектирование или ER-модель, логическое проектирование и физическое проектирование. Сегодня более подробно остановим на первых двух пунктах. Следующие два пункта рассмотрим в следующих занятиях. Самым первым этапом при проектировании баз данных является этап описания предметной области или еще называют системный анализ предметной области. С точки зрения проектирования баз данных в рамках системного анализа необходимо осуществить первый этап, то есть провести подробное словесное описание объектов предметной области и реальных связей, которые присутствуют между описываемыми объектами. Предметная область – это часть реального мира, подлежащая изучению с целью организации управления и в конечном счете автоматизации. При описании предметной области мы описываем какие-то фрагменты. Например, при описании предприятия мы описываем цеха, дирекция, бухгалтерия. При этом мы описываем не просто фрагменты, как объекты, но и процессы, которые связаны с этими объектами, а также взгляд множества пользователей, характеризуемых различными взглядами на эту предметную область. То есть, если я описываю предприятие, то взгляд со стороны рабочего, он будет один, взгляд со стороны администрации – это другой, начальник участка – третий, бухгалтерия – четвертый и так далее. То есть, мы должны описать объекты, связи, процессы и учитывать взгляд конкретного пользователя на эту предметную область. Предметная область – это, говорят, три представления. Имеет три представления. Это представление предметной области в том виде, как она реально существует, как ее воспринимает человек. По человеку мы, конечно, имеем в виду разработчиков баз данных. Как она может быть описана с помощью символов, то есть, как ее представляет машина. При выборе состава и структуры предметной области вообще выделяют два подхода – это функциональный и предметный. Функциональный подход реализует принцип движения от задач и применяется тогда, когда заранее известны функции некоторых группы лиц и комплексов задач для обслуживания информационных потребностей, которых создается рассматриваемая база данных. В этом случае мы можем четко выделить минимально необходимый набор объектов предметной области, которые должны быть описаны. Предметный подход – это когда информационные потребности будущих пользователей баз данных жестко не фиксируются. Они могут быть многоаспектными и весьма динамичными. Мы не можем точно выделить минимальный набор объектов предметной области, которые необходимо описывать. В описании предметной области в этом случае включаются такие объекты и взаимосвязи, которые наиболее характерны и наиболее существенны для нее. База данных, конструируемая при этом, называется предметной, то есть она может быть использована при решении множества разнообразных, заранее неопределенных задач. Конструирование предметной базы данных в некотором смысле кажется гораздо более заманчивым. Однако трудность всеобщего охвата предметной области с невозможностью конфликтизации потребностей пользователей может привести к избыточно сложной схеме базы данных, которая для конкретных задач будет неэффективна. Чаще всего на практике рекомендуется использовать некоторый компромиссный вариант, который, с одной стороны, ориентирован на конкретные задачи или функциональные потребности пользователей, а с другой стороны, учитывает возможность наращивания новых приложений. После анализа предметной области идет следующий этап. Это построение информационной модели. Этот этап называют инфологическим этапом, инфологическое проектирование. Называют концептуальное проектирование или концептуальной модель. Процесс создания информационной модели начинается с определения концептуальных требований ряда пользователей. Требования отдельных пользователей интегрируются в единым обобщенном представлении, которое называют концептуальной моделью. Концептуальная модель представляет собой объекты и их взаимосвязи без указания способов их физического хранения. Таким образом, концептуальная модель включает описание объектов и их взаимосвязей, представляющих интерес просматриваемой предметной области и выявляемых в результате анализа данных. Концептуальная модель применяется для структурирования предметной области с учетом информационных интересов пользователя системы. Она дает возможность систематизировать информационное содержание предметной области, позволяет как бы подняться вверх над программным обеспечением и увидеть ее отдельные элементы. При этом уровень детализации зависит от выбранной модели. Концептуальная модель является представлением точки зрения пользователя на предметную область и не зависит ни от программного обеспечения СУБТ, ни от технических решений. Концептуальная модель должна быть стабильной. Могут меняться прикладные программы, обрабатывающие данные. Может меняться организация физического хранения. Концептуальная модель остается неизменной или увеличивается с целью включения дополнительных данных. Одной из распространенных моделей концептуальной схемы является модель сущность-связь, ее еще называют ER-модели. Модель сущность-атрибут-связь была предложена Петером Пиншен-Ченом в 1976 году. На использовании разновидности ER-модели основано большинство современных подходов к проектированию баз данных, главным образом реляционных баз данных. Моделирование предметной области базируется на использовании графических диаграмм, включающих небольшое количество разнородных компонентов. В связи с наглядностью представления концептуальных схем баз данных, ER-модели получили широкое распространение в кейс-системах, поддерживающих автоматизированное проектирование реляционных баз данных. Основными конструкциями ER-модели являются сущность, атрибут, связь. Под сущностью понимают основное содержание объекта программного обеспечения, о котором собирают информацию. В качестве сущности могут выступать место, вещь, личность, явление. Сущность – это класс однотипных объектов, информация о которых должна быть учтена в модели. Каждая сущность должна иметь наименование, выраженное существительным в единственном числе. Экземпляр сущности – это конкретный представитель данной сущности. Экземпляры сущности должны быть различимы, то есть сущности должны иметь некоторые свойства, уникальные для каждого экземпляра этой сущности. Экземпляры сущности, которые обладают такими характеристиками, вот эти характеристики они называют атрибутами сущности. Атрибут сущности – это именованная характеристика, являющаяся некоторым свойством сущности. Наименование атрибута должно быть выражено существительным в единственном числе, возможно, характеризующим прилагательным. Ключ сущности – это неизбыточный набор атрибутов, значения которых в совокупности являются уникальными для каждого экземпляра сущности. Неизбыточность заключается в том, что удаление любого атрибута из ключа нарушается его уникальность. Сущность может иметь несколько различных ключей. Связь – это графически изображаемая ассоциация, устанавливаемая между двумя сущностями. Эта ассоциация всегда является бинарной и может существовать между двумя разными сущностями или между сущностью и ею же самой, то есть рекурсивная связь. Связь позволяет по одной сущности находить другие сущности, связанные с нею. Каждая связь имеет два конца и одно или два наименования. Наименования обычно выражаются в неопределенно глагольной форме – иметь, надлежать и тому подобное. Каждое из наименований относится к своему концу связи. Иногда наименования не пишутся ввиду их очевидности. Каждая связь может иметь один или несколько типов связи – один к одному, один ко многим, многие ко многим. Связь типа «один к одному» означает, что один экземпляр первой сущности, то есть левой, связан с одним экземпляром второй сущности, правой. Связь «один к одному» чаще всего свидетельствует о том, что на самом деле мы имеем всего одну сущность, неправильно разделенную на две. Связь типа «один к одному» означает, что один экземпляр первой сущности, левой, связан с несколькими экземплярами второй сущности, правой. Это наиболее часто используемый тип связи. Левая сущность со стороны «один» называется родительской, правая со стороны «много» – дочерней. Связь типа «многие ко многим» означает, что каждый экземпляр первой сущности может быть связан с несколькими экземплярами второй сущности. И каждый экземпляр второй сущности может быть связан с несколькими экземплярами первой сущности. Тип связи «многие ко многим» является временным типом связи, допустимым на ранних этапах разработки модели. В дальнейшем этот тип связи должен быть заменен двумя связями типа «один ко многим» путем создания промежуточных сущностей. Например, связь «один к одному» — это когда одному студенту соответствует один идентификационный номер. «Один ко многим» — это когда один студент учится на факультете, но на факультете учатся много студентов. То есть один, конкретно Иванов учится, например, на физмате, а на физмате Ивановых может быть несколько, студентов может быть несколько. «Многие ко многим» — это один студент изучает много дисциплин, в то же время все дисциплины изучаются многими студентами. Каждая связь может иметь одну из двух модальностей связи — «может» и «должен». Модальность «может» означает, что экземпляр одной сущности может быть связан с одним или несколькими экземплярами другой сущности, а может быть и не связан с одним экземпляром. Модальность «должен» означает, что экземпляр одной сущности обязан быть связан не менее, чем с одним экземпляром другой сущности. Связь может иметь разную модальность с разных концов. Графически «может» изображается в виде пунктирной линии, «должен» в виде сплошной линии. При изображении ERD-диаграм используют такие обозначения, как сущности обозначают в прямоугольниках атрибуты в овалах, связи в ромбах. Наиболее сложные элементы модели — это уточняемые степени связи. Иногда бывает полезно определить возможное количество экземпляров сущности, участвующих в данной связи. Например, одному студенту можно участвовать не более, чем в трех проектах одновременно. Для выражения этого семантического ограничения разрешается указывать на конце связи ее максимальную или же обязательную степень. И второе, более сложное понятие — это каскадное удаление экземпляров сущности. Некоторые связи бывают настолько сильными, что при удалении опорного экземпляра сущности, нужно удалить и все экземпляры сущности, соответствующие к концу связи «многие». Соответствующие требования каскадного удаления можно сформулировать при определении сущности. Здесь у нас сущности прямоугольники, мы сказали, это ВУЗ, преподаватель, ребенок. Атрибуты. У преподавателя табельный номер, это ключевое, мы его выделили. ФИО, дата рождения, специальность дата поступления, дата увольнения. У ВУЗа название ключевое, адрес, ребенок, имя, дата рождения. Связи, стрелочки. Один к одному. Преподаватель окончил один ВУЗ. Преподаватель имеет ребенка, но имеет, может быть, не одного, а несколько. Тут вот несколько стрелочек. То есть связи идут слева один, одна связь, справа может быть другая связь. Многие ко многим. А один ко многим, например. После построения инфологической модели или концептуальной модели, мы строим логическую, датал, или называем датологическую модель. Версия концептуальной модели, которая может быть обеспечена конкретной СУБД, называется логическая модель. Логическая или датологическая модель отражает логические связи между элементами данных вне зависимости от их содержания и среды хранения. Логическая модель данных может быть революционной, иерархической или сетевой. Логическая модель отображается в физическую память, такую как диск, лент или какой-либо другой носитель информации. Последним этапом является физическая модель. Физическая модель, определяющая размещение данных, методы доступа и технику индексирования, называется внутренней моделью системы. Методология физического проектирования баз данных включает четыре основных этапа. Это разработка таблиц баз данных, установка необходимых ограничений целостности данных, это выбор схемы хранения и определение методов доступа к таблицам баз данных, проектирование системы защиты баз данных от несанкционерного доступа и организация процессов мониторинга созданной системы. Таким образом, мы сегодня рассмотрели основные этапы процесса проектирования баз данных. Сказали, что самым первым этапом является анализ предметной области, системный анализ предметной области. Следующим этапом является концептуальное проектирование, то есть это сбор, анализ, редактирование требований к данным. Обычно изображается в виде схемы ER-модели графической. После получения концептуального модели мы строим логическую модель, то есть это модель, которая учитывает требования к данным и структурам данных, ориентированная на СУБД. То есть эта модель отражает представление программиста. И последним этапом наше представление программиста с выбранным СУБД мы переводим физическую модель, то есть определяем особенности хранения данных, методов доступа и так далее. Это уровень представления администратора, то есть тут можно учитывать группирование данных, индексы, методы доступа к данным и так далее. При проектировании баз данных решаются две основные проблемы. Это проблема логического проектирования, которая отвечает на вопрос, каким образом отобразить объекты предметной области в абстрактной модели данных. И как обеспечить эффективность выполнения запросов в базе данных, то есть каким образом, имея в виду особенности конкретной СУБД, расположить данные во внешней памяти, создание каких дополнительных структур потребовать, то есть решить проблему физического проектирования баз данных. На экране вы видите вопросы для самоконтроля, на которые необходимо ответить. Имеется список рекомендованной литературы по данной теме. Общий список есть в силамусе, напомню. С последними двумя этапами, это логического проектирования и физического проектирования, познакомимся более подробно на следующих занятиях.